Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блок. Сегодняшнее видео будет посвящено ароматам, открытиям 2019 года на мой скромный нос. То есть ароматы, которые меня зацепили, какие-то новинки парфюмерные, которые мне понравились, сегодня я их озвучу. Часть ароматов я вам покажу, которые я себе приобрела и которые мне вот прям в этом году очень понравились, радовали меня и бесконечное счастье я испытывала, когда их носила. Также расскажу немножко о планах на следующий год, что бы хотела приобрести, с чем познакомиться. И давайте приступим. Начну, наверное, с одной из самых таких моих на данный момент любимых парфюмерных марок, брендов. Это Лилаба. Лилаба в этом году просто завладел моим сердцем окончательно бесповоротно. Если в том году я приобрела Discovery Set, купила пару ароматов, в этом году просто я вот, знаете, если бы была бы возможность, я бы, наверное, купила бы всю линейку все-таки. Потому что каждый аромат настолько универсальный, настолько необычный, настолько универсальный. И когда я говорю универсальный, вот для меня ароматы Лилаба, они и в пире, и в мир, и они заставляют меня чувствовать какой-то вот особенный себя. Не знаю, почему. Вот первый аромат, который у меня появился в 2018 году, нет, 2019, сейчас 2019, тонко 25, он у меня появился на Новый год. Была половинка, вот сейчас уже чуть меньше, да, половину я еще израсходовала, здесь 100 миллилитров, божественный. Божественный аромат, встречала в нем Новый год, планирую, может быть, и в этом году отметить Новый год в этом аромате. Очень красивый, очень необычный, мускусно-медовый, странный, не похожий ни на что. Обожаю, обожаю Лилаба. Следующий аромат, который у меня появился от этой марки, это Нероли 36, появился совершенно недавно, но уже почти половины флакона нет. У нас лет, у нас жара, поэтому этот аромат как нельзя, как нельзя лучше мне подходит. Нероли 36, Лилаба, ну это просто вот сейчас мое парфюмерное я, можно так сказать. Я практически, ну не практически, ну очень часто его ношу, очень. Мужу я подарила в этом году аромат Почули 24. На мой взгляд, Почули 24 от Лилаба немного незаслуженно его обходят своим вниманием, то есть о нем мало говорят. Он очень эстрадный, он может сразу вот вас оттолкнуть, отпугнуть своей вот какой-то резкостью, своей самобытностью. Аромат реально пахнет копченым чаем, если вы знаете, такой сорт чая есть, лапсан сушенка. Вот он пахнет именно вот как этот аромат, он невероятно красивый, он невероятно красивый, я дарила его мужу, он прекрасно ему подходит. Но сама тоже иногда ношу, подворовываю, скажем так, он не против. Великолепный. Нужно, конечно, иметь смелость, чтобы носить этот аромат. Кто-то считает его определенно только мужским, на мой взгляд, он абсолютный унисекс. Если у вас есть харизма, смелость, попробуйте. Попробуйте, он имеет головокружительное раскрытие, совершенно, ну, как я уже говорила, самобытное. Самобытное, необыкновенное. Так что вот рекомендую просто хотя бы как арт-объект его обонять. Давайте я вот сюда переставлю, чтобы они у меня не упали. Или положу их вот сюда. Поставила их на пол. Пардон, потому что вот такой стук гладкий, я боюсь, что они вот у меня упадут. Следующий парфюмерный дом, с которым я познакомилась в этом году, это Диэс Энд Дурга. У меня от них появился аромат радио Бомбей. Чем мне понравился этот бренд? Опять, своей самобытностью, своей какой-то вот экспрессивной, такой ку-ку, сумасшедшей харизмой. Абсолютно вот стоит как бы в стороне от всех нишевых и люксовых брендов. Без каких-либо, не следует никаким тенденциям парфюмерным. Очень такой странный, я бы сказала. Когда я вдыхала их первый раз, вот всю линейку, которая у нас представлена, мне радио Бомбей понравился сразу. Остальные ароматы, они меня как-то даже вот немножко, ну не то, что отпугнули, было мне неприятно даже. Но вот это вот неприятие зачастую во мне рождает вот такое любопытство. Я начала изучать, 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 пока мне этот бренд реально не понравился. И сейчас я хочу еще себе пару флаконов. Если мы говорим о планах, это Rose Atlantic от Radio Bombay и аромат с лилиями. Пикок лили, по-моему, как-то так она называется. И, да, слушайте, у них много. У них много, вот реально, и все хочется попробовать именно из-за их такой вот странности. Ну, это очень круто. Это очень круто. Это ниша в таком кубе. Дом, который я открыла для себя в этом году, это дом Goldfield & Banks. Они недавно открылись, по-моему, в России. Не уверена, в каком шопинг-центре и так далее они представлены, но вы можете погуглить. Goldfield & Banks — это вот прям Австралия во флаконах. Каждый флакон олицетворяет ту или иную австралийскую, как бы, природную особенность, природный вот этот вот колорит. Колорит Австралии, который, ну, не похож ни на что, который настолько уникален. Если вы не были в Австралии, то я бы рекомендовала вам ознакомиться с этими ароматами. Здесь вот у меня пробники. Я просто вам покажу, как выглядят эти флаконы, как выглядят эти ароматы. Вы можете посмотреть у меня обзор на все вот эти пробники. Вот такой вот у них очень лаконичный дизайн. Мне бренд очень понравился. Реально вот есть в нем что-то такое австралийское. Дух Австралии в нем присутствует. Так, дальше. Всем известная компания Bayreda, парфюмерный дом Bayreda. Мне очень нравится их маркетинг. Мне нравится их оформление. И ароматы какие-то мне тоже очень нравятся. Но вот так вот сказать, чтобы я вот хотела что-то купить себе, я не уверена. Если подарят, то да. Ну, вот кто-то решит мне подарить аромат. Я, конечно же, не откажусь от ароматов от Bayreda. Ну, вот самой покупать только бланш. Только бланш. И вот этот аромат, который был новинкой этого года. Аромат Sun Dazed. Мне он очень понравился. Я подумываю себе о приобретении маленького флакона. Здесь 2 мл пробник такой вот маленький. Я его носила, ну, раз 5, наверное. Прекрасный. Прекрасный цитрусово-цветочный аромат. Знаете, я не поклонница цитрусовых ароматов в парфюмерии. Но здесь очень красивые вот именно горькие цитрусы в сочетании вот с какими-то белыми цветами. Мне кажется, это не роли. Но, может быть, я ошибаюсь. Может быть, это какие-то другие цветы. Но, несмотря на кажущуюся легкость, аромат очень стойкий. Аромат шлейфовый. И это его выгодно отличает от других цитрусовых собратьев. Следующий аромат, который у меня появился в этом году, это подарок. Я о нем очень хотела. Это... Я о нем очень хотела. Я его очень хотела. Bottega Vinetta Not. Это уелок. Уелок. Это просто великолепнейший. Великолепнейший, великолепнейший цветочный шипр с неролями, со всеми вот какими-то такими вот искрящимися, щипящими нотами. Потрясающий. Для меня он стал отчасти повседневным ароматом. Я его наношу вот прям перед тем, как отвожу сына в школу. Я наношу этот аромат и еду. Он, вот правда, он заряжает на весь день. Очень элегантный, но при этом под него не нужно быть вот такой вот элегантной женщиной, скажем так. Красивый. Красивый. Я очень-очень довольна этой новинкой. Дальше. Буквально на днях мне довелось познакомиться с брендом Aco Capa. Это такой итальянский бренд. Очень интересные ароматы. Я пока не делала на них обзор. Ну, вот прям вот скоро-скоро я сниму и поделюсь с вами своими эмоциями. То знаком с этим брендом напишите. Вот в этом году я только его узнала. Я, конечно, знала о нем до этого, но вот достать пробники мне удалось только сейчас. Заслуживающий внимания. Очень такой свежий, какой-то вот позитивный дом. Дальше у меня появился снова в этом году мой любимый аромат от Com de Gerson 2. Она у меня была когда-то давно. И я вот решила к ней вернуться. Покупка была абсолютно спонтанная. В магазине просто рука потянулась. Думаю, ну дай-ка я вспомню, как же это пахло. И это так прекрасно пахнет, что я пошла и разкупила снова эту. Обожаю, обожаю воспоминания, машина времени и так далее. Все это о нем, все это прекрасно. Так, и следующий аромат, который у меня появился, я не взяла его из шкафа. Ну, я его уже показывала. Это маскроважор от Фредерик Маль. Это не новинка от бренда. Но, тем не менее, он появился у меня только в этом году. И в этом году я поняла всю его красоту, все его великолепие. Ображительный. Ображительный, прекрасный аромат. Сладостный такой мускус, притягательный. Ну, манящий. Прекрасный. Прекрасный. Не буду долго на нем останавливаться. И уже перейду к своим записям. Если мы говорим о Фредерик Маль, то, конечно же, я не могу обойти вниманием новинку бренда Rosencure. Наверное, я правильно говорю. Кожаная вот эта роза, да, от Жанна Клода Ильина. А великолепие. Это просто, вы знаете, это сад, розовый сад, прохладный, утренний, покрытый росой. Очень романтичный аромат. Очень такой кажущийся, легкий. Но он не покидает вас весь день. И на следующий день он все еще с вами. Я совершила такую оплошность в магазине. Я нанесла его больше, чем нужно. И теперь я понимаю, что когда я буду покупать флакон, я себе обязательно приобрету флакон, потому что это чудо, то я буду очень-очень аккуратна с дозировкой. Так что новинка от Фредерика Маля этого года меня покорила в самое сердце. Напишите. Следующий бренд, с которым я познакомилась вот уже так вплотную в этом году, это ответвление от Назомата. Это Ортопориди. Ортопориди исключительно интересный бренд, концепция, линейка ароматов. Невероятно стойкая, невероятно вот прям какая-то телесная, я бы сказала. А у меня сразу же появился, конечно, аромат, потому что мне безумно все понравилось. Мой выбор пал на аромат Семиналис. Но я вам его не показываю, потому что я его продала. Я его продала из-за стойкости. Вот кто-то ищет стойкости в ароматах. Я, наверное, вот сейчас уже на данный момент не нуждаюсь в такой стойкости, которая длится до 4 дней. Реально, когда ты любишь менять аромат в течение дня, когда ты любишь как-то носить каждый день новые ароматы, стойкость 4 дня одного и того же аромата, какой бы красивый он ни был, меня лично начинает раздражать. Но ароматы заслуживают внимания, они невероятно хороши, невероятно самобытные. Такие вот, знаете, ну это как искусство. Вся парфюмерия Назомата, орто Паризи, это искусство, это для ценителей, для любителей, для людей таких вот смелых. Я, видимо, оказалась не самым смелым человеком, чтобы носить Семиналис. К сожалению, увы и ах. Ну, такое бывает. Такое бывает. Так, дальше. Я тут вот записала, просто чтобы не забыть. Пока не удалось мне познакомиться с брендом Нишани и с брендом Дусита, но я не теряю надежды. Они у нас представлены, но они представлены все онлайн. Онлайн я как бы, ну не хочу покупать уже больше ароматов слепой. Поэтому жду, когда у нас все-таки откроются их корнеры, их, не знаю, как это назвать. Или уже жду поездки в Россию или еще куда-то, чтобы уже познакомиться с ними воочию. А следующий. Тут уже у меня пошел люкс. Люкса немного. Люкса немного. Из последнего, что очень понравилось, мемуар от Гуччи. Красиво. Ну вот красиво, знаете. Мне он, наверное, понравился прежде всего тем, что он не похож на другие новинки. Люксовый, странный, ромашковый, горьковатый. Но даже не аромат. Это вот что-то такое более уходовое. Более уходовое, но имеющее место быть. Мне понравился этот аромат. И жду вот приобретения себе флакона. А также Том Форд. Том Форд. Я не особо поклонница марки Тома Форд. К сожалению или к счастью, не знаю. Но один аромат в этом году у них вышел. Мне он приятно удивил. Мне он понравился. Это лаванда экстрим. В таком серебряном флаконе. Он, по-моему, в этом году вышел. Если я неправильно, если я не права, то напишите мне, что я не права. Ой, ты не права. Лаванда экстрим. Вообще ароматы с лавандой, они редкие. И найти такую вот прям классную лаванду очень сложно. Но вот здесь лаванда мне понравилась, полюбилась. И, возможно, даже я бы рассмотрела вариант приобретения. Но, ну, не знаю. Это так. Большой-большой вопрос. Следующая марка... Все. С люксом закончили. С люксом закончили. Я не говорю о других люксовых новинках, потому что, наверное, они мне не запомнились. Напишите. Может быть, я какие-то пропустила. Если вы считаете нужным о них написать, пожалуйста, я с удовольствием почитаю, отвечу и попробую их. Открыла я для себя в этом году винтаж. Ну, прям буквально недавно мне прислали... Прислала Наталья из Прованса прекрасные винтажные образцы. Конечно же, Кристиан Диор. Кристиан Диор, винтаж — это совершенно другое... Другой взгляд на парфюмерию. Это другой мир. Это совершенно другая какая-то галактика, вселенная и так далее. Это прекрасно. Поэтому вот в планах на следующий год у меня более плотно изучать винтажные ароматы, винтажные... Винтажных представителей буду стараться. Буду стараться, буду с вами делиться. Вот так сказать, что я что-то хочу попробовать, что-то... Ну да, я хочу попробовать там ароматы Дусито. Но вот так, чтобы сломя голову куда-то ехать, бежать... Не знаю. Уже как-то... Не то, что перегорела вот эта страсть. Нет. Ну просто все само собой приходит. Обычно. Значит, пока еще время не пришло. Ну что же, на этом все. С вами была Аленка Блок. Пишите, пожалуйста, под видео, какие ароматные открытия у вас случились в этом году. С удовольствием вас почитаю, вам отвечу. Все. Всем пока. Чао-чао. С удовольствием.